А сейчас мы переходим к нашей рубрике по чтению Конституции Российской Федерации. Сегодня у нас на очереди 48-я статья. Она состоит из двух пунктов. Первый пункт. Каждому гарантируется право на получение квалифицированной юридической помощи. В случаях предусмотренных законом юридическая помощь оказывается бесплатна. А второй пункт. Каждый задержанный, заключенный под стражу, обвиняемый в совершении преступлений, имеет право пользоваться помощью адвоката, защитника, с момента, соответственно, задержания, заключения под стражу или предъявления обвинения. Максим, вот в этой статье все ли предусмотрено, на ваш взгляд, реализуется оно в нашем правовом поле? Может быть, как-то переформулировать, дополнить или, в общем-то, она соответствует, как вы считаете? Ну, в рамках исполнения правосудия, то эта статья действует, да, и бесплатная юридическая помощь, безусловно, предоставляется тем, кому она нужна. Мы видим огромное количество различных интернет-ресурсов, которые предоставляют юридическую помощь, в том числе и бесплатную. Ну, и заключенным тоже предоставляется юридическая помощь адвоката, если у него нет возможности нанять адвоката, то ему предоставляется адвокат бесплатный. И вот мы понимаем, что это те же самые адвокаты, которые работают за деньги, они же и работают бесплатно, и это достаточно квалифицированные специалисты. Поэтому, ну, в рамках исполнения правосудия и исполнения вот именно юридических каких-то тонкостей, вот эта статья, она, конечно, работает и она действует. Но будет ли эта статья после изменения Конституции? Ну, я думаю, будет. Юридическая помощь, она нужна и она будет действовать, и может даже она будет расширена, может даже у граждан будет больше возможностей доступности к юридическим каким-то формам помощи. Ну, я не думаю, что вот в этой статье есть какой-то подвох именно с точки зрения суверенитета и прочее. Здесь эти они статьи, которые мы сейчас уже рассматриваем, они не находятся в первой и второй главе, а значит их спокойно можно менять, а значит они не такие значимые. По сути, вот неважно, будет у гражданину предоставлена бесплатная юридическая помощь или не будет. Ну, от этого вопрос как бы суверенитета и целостности государства он не страдает. Единственное, что здесь несет какую-то помощь самому гражданину и в его каких-то делах, там может даже семейных, там бытовых, ну эта статья, она, я думаю, помогает. Но опять же это все действует в рамках вот англосаксонского права, которое сегодня пронизывает весь американский однополярный мир. Мы можем представить, что может существовать мир и страна и без бесплатной юридической помощи. И вообще какая-то либо юридическая помощь гражданину может и не понадобиться вообще в жизни никогда. Ну, я вот в принципе, да, не вижу в этой статье вообще какой-то такой значимости для государства. Да, оно может быть для человека имеет какое-то значение. И государство дает возможность человеку обращаться за юридической помощью. Ну и да, понятно, мы если обращаемся в какой-то государственный орган и нам надо что-то, допустим, получить, то мы даже не обращаем внимания, как нам оказывается эта юридическая помощь постоянная и действительно по большей части бесплатная. Те же самые вопросы, которые человек задает, допустим, тому или иному какому-нибудь должностному лицу, неважно там по какому, например, в какой сфере, в каком направлении, но там может, допустим, как получить вот какую-то справку, такую-то, такую-то, там, например, ну, неважно, какую-нибудь справку. И госслужащий ему объясняет, что тебе надо пойти вот туда и вот это. И это своего рода тоже как раз и юридическая помощь бесплатная. Так что с этим мы всегда сталкиваемся, можно сказать, в повседневной жизни. Максим, спасибо. Я смотрю у нас в чате, Анна Илья Камалова еще написала комментарий. Есть простой украинский народ, а есть национал-фашисты, нацики, их нельзя путать. Националистов хватает в любом народе. И мы даже понимаем, что вот эти нацики, фашисты, они ни в коем случае не причисляют себя к украинскому народу. Это как раз вот эти американские, вот эти террористы, о которых мы говорили. Это, ну, то есть сторонники вот этого американского фашизма, которые служат Соединенным Штатам Америки на территории Украины. Это они давно себя уже от украинского народа отделили. Они являются убийцами украинского народа, вот так даже можно сказать. Продолжение следует...